Всем привет! На связи Денис Шаповалов, консультант по детско-родительским и семейным отношениям. И сегодня хочу вам рассказать об одних очень интересных книгах. Это две интересных серии. Почему о них я вам рассказываю? Да потому что центральное место в этой литературе занимают как раз детско-родительские и семейные отношения. Литература эта художественная. Первое, с чего начну и с чем я в первую очередь познакомился, это интересная трилогия о большой семье. Значит, автор Дмитрий Емец. Первая книга называется «Моя большая семья. Бунт пупсиков». Вторая книга называется «Моя большая семья. День карапузов». И третья книга называется «Моя большая семья. Таинственный кто-то там». Все три книги можно было бы объединить в одну, потому что сюжет чуть-чуть меняется. Происходит все примерно в одном и том же географическом месте. И написано действительно очень интересно, талантливо, с юмором и с определенной харизмой. Автор пишет о большой семье, в которой семь детей. И интересно то, что у этого автора в настоящей жизни тоже семь детей. Поэтому, конечно, сразу начинаешь, когда узнаешь тот факт, начинаешь искать какие-то сходства, думать, а какие же имена детей изменены, а какие занятия детей придуманы, а какие занятия являются действительно их настоящими увлечениями. По крайней мере, так было у меня. Когда впервые я увидел в социальной сети пост о первой книге в этой серии, это как раз книга «Бунт пупсиков», то было очень интересно. Я пошел на книжный рынок и ходил везде, задавал один и тот же вопрос. «А у вас есть бунт пупсиков?» «А у вас есть бунт пупсиков?» Это было очень забавно, мне было как-то даже неловко постоянно повторять такую смешную фразу. Тем более, слово «пупсик» я в обиходе практически не использую. Значит, в социальной сети был отрывок книги, которые мы с женой прочитали. Нас это очень увлекло. И мы сразу подумали, что мы должны этой книгой обладать и должны ее прочитать. Это совершенно точно и ясно. А когда вышла вторая и третья книга, мы радовались, мы этого очень ждали. И все эти три книги мы прочитали дважды. Причем читали мы особенным образом. Я читал это вслух, и жена и ребенок присутствовали при этом чтении. И было очень здорово, потому что очень много юмора, очень много интересного взгляда на процессы, которые происходят с детьми, которые происходят в жизни этой семьи. И этот взгляд на эти все процессы и на эти все события очень интересен, потому что я, например, являюсь отцом одного ребенка. А автор – отец семи детей. И понятно, что его отцовский опыт тоже привнесен в эту книгу. И это очень выглядит интересно и заманчиво. Я очень заинтересовался самим автором и начал за ним следить. В прямом смысле этого слова я подписался на его инстаграм, и я начал искать в ютубе ролики. Мне стало интересно, как он выглядит, как он говорит. Я подружился с ним на фейсбуке, высказал лично ему, написал восхищение этим, что я очень восхищаюсь его книгами, и просто мне было очень интересно это сделать. И почему-то очень важно, потому что книги действительно произвели такое впечатление неизгладимое. И вот как раз тот самый терапевтический эффект от прочтения такой литературы и конкретно данной трилогии о семье происходит от того, что очень интересная точка зрения, очень интересный такой взгляд на обыденные вот такие вот ситуации, которые можно в каком-то смысле взять себе на вооружение. И так вот, когда я начал следить за этим автором, я узнал, что в детстве он вдохновлялся определенной книгой, которую мы тоже в результате приобрели и тоже прочитали. Ну, прочитали мы ее не два раза, как первую трилогию о семье, а эту серию мы прочитали один раз, но тоже полностью. И тоже я читал это вслух, потому что, ну, это тоже здорово. Норвежский автор Анни Катарина Вестли. Вот у меня эта книга в таком издании, где сразу все. Это серия о семье, где восемь детей. И эта серия выходила, вышла, начала выходить в 1957 году. А серия, которую написал Дмитрий Емец, она начала выходить в 2015 году. Получается, почти 60 лет разница между этими сериями. И хочу вам сказать, что отличия, конечно, есть. С одной стороны, интересно читать вот эту книгу, зная, что Дмитрий Емец вдохновлялся этой книгой. И сам ее в детстве читал. Ну, и ты как бы прикасаешься к замыслу автора, да? Очень спокойная книга. События все происходят в необычной для нас местности. Все очень какое-то такое, ну, такое чужое. И какое-то такое прямо трогательно спокойное. И характер у этой книги, знаете, такой, как вот, как приятный, как приятный, такой уютный, теплый плед. Вот такой характер у этой книги. Причем плед заграничный. Потому что постоянно это чувствуется в тексте. Поэтому я вам рекомендую к прочтению эти книги. Они очень здоровские. И я уверен, что вы получите массу положительных впечатлений. И даже получите некий терапевтический эффект. Всем пока. До связи.